Я просто не могу над ним. Я сегодня не спланировала снимать видео. Но вот это вот я снять не вообще просто не могу. Он тут развалился на моей кровати, понимаете? Тут на моей постельке он развалился. Ну, чего бы ему не лежать вообще на такой хорошей постельке. Боже, ну такой просто прелесть, такое чудо. Столько от него волосней, но всё равно я ладуюсь ему. Да? Ладуюсь ему. Такая он красивая у меня котейка. Вот живётся хорошо кому, а? Вот кому хорошо живётся, да, капитунь? Дети моя, красота ты моя. Вот, а у нас тут, а у нас тут скоро будет закат. Снега хочется, снега, потому что вот то, что вы видите, ну, это никуда не годится. Вы не видите, наверное, я вообще уже плохо вижу. Ко мне альпинисты так и не едут. На улице, между прочим, минус 17, наверное, градусов. Холодновастенько. И время уже у нас около 4, а солнце, представляете, уже вот, вот уже почти ему чуть-чуть засолится. Да, перестирала я вещи. Те, которые заказала в Униклоу. Я потом сделаю отдельное видео по ним, по размерности. И что интересно, джинсы после стирки подсели. Имейте в виду, если вдруг будете что-то у них заказывать, брать, покупать. Ну, это я все в отдельном видео скажу. И я очень-очень вам благодарна. Если честно, я же снимала видео, да, про одиночество, про женское одиночество. И давайте я на себя переведу. Ой, не на себя, на какую-нибудь красивую часть нашей планеты. Давай не будем ни о чем, кроме нашей планеты. Вот так вот сделаем. А вот, ну, видите, очень плохо отсвечивает грязь. Плохо, плохо видно. Небо у нас такое сегодня красивое. Я благодарна вообще всем тем, кто откликнулись на мое видео про женское одиночество. Если честно, я не хотела вообще выкладывать это видео. То есть я сначала сняла, а потом уже на следующий день думала, есть ли смысл, а стоит ли, зачем это кому-то нужно. И мы знаете, у нас есть такое, как бы, внутреннее два голоса, да. Есть голос эго, который тебе постоянно что-то говорит, да. И он отвечает за то, как ты будешь выглядеть в глазах других людей. То есть не за то, как ты будешь выглядеть, а за твои ощущения от этого состояния, да. Вот. И вот это вот мое эго, оно говорило, не надо, не надо выкладывать. Зачем тебе это надо, зачем тебе это нужно, да половина из них не поймут. Да кто-то там, я не знаю, осудит, а кто-то там покрутит у виска, да, пальцем. Не надо, брось ты эту затею, не выкладывай. Вот, знаете, а другая часть меня, она настолько была уверена, что, ну вот, что это надо. Оно даже не объясняет, почему это надо, а оно просто это надо, понимаете. И вот этот вот твой голос, который тебе говорит что-то делать, что надо, и не то чтобы он часто, но бывает такой, что он идет в разрез с голосом эго. И тут уже важно следовать вот за этим первым чувством, которое говорило, что надо. Я не знаю, как это объяснить, это очень много рассматривается именно в духовной сфере вот этих вот определенных законов, духовных так называемых законов. Я, кстати, нашла еще один очень-очень интересный канал, я, может быть, когда-нибудь про него расскажу. Женщина, которая общается с потусторонними силами, и она не образованный человек в каком плане. То есть это не человек, который перечитал огромное количество книг, да, но она вот такая вот, знаете, по-простому такая добрая, и по-деревенски добрая, и по-деревенски простая. Вот, прям реально, вот простота, вот простота в ней. То есть человек, у которого, знаете, вот есть сильные личности, у них очень сильное эго. А есть людик, у которых эго практически нету, да, и вот от них идет вот какая-то вот простота такая. бесхитростность, и вот она как раз вот тот человек, который, знаете, вот говорит, и такое ощущение, что она проговаривает все ранее тобой где-то прочитанные книги и просмотренные фильмы, потрясающий эффект, вообще нереальнейший, вот, и... А почему я про неё-то начала говорить? Я не знаю, к чему я про неё начала говорить, ну, ладно, рассказала, значит, это надо было. Просто я мыслью хотела дойти до определённой сути, но сам факт, что, ну, есть вот такие вот личности, которые они вот, ну, у них нет практически личности, нет эго, вот, если чем сильнее личность, тем сильнее эго, чем личность слабее, тем эго практически нет, но бывает, смотришь на них, они такие простые люди, у них, собственно, мнения-то нету, они не ступают в споры, но в то же время они вот какие-то добро от них идёт, вот. Во всём есть плюсы и минусы, у этого человека есть плюсы и минусы, у этого тоже качество есть плюсы и минусы, но вот это вот моё сильное эго, если вот я переведу на себя, оно мне не даёт иногда делать некоторые вещи, хотя я понимаю, что есть такое слово «надо», не надо от того, что тебе не хочется, ну, с одной стороны, тебе не хочется и надо, не от противного какого-то ощущения надо, а вот надо, вот надо, вот знаете, вот как есть, бывает такое вот, пишут стихи в потоке, да, к музыку, там, я не знаю, тот же там, там, Бах, Моцарт, ведь они писали музыку, она лилась с них, они не могли ничего с собой поделать, она просто через них звучала, это как просто, знаете, мы трансляторы, есть такое даже стихотворение у Веры Полосковой, мы трансляторы и голоса Бога, и вот бывает такое, что вот это вот состояние, которое на меня накатило, я должна была снять видео, вопреки своим внутренним голосам, вот этого внутреннему голосу эго, а что обо мне подумают люди, а что скажут, там, как я буду выглядеть в глазах других, а я не хочу показывать свои слабости, но вот, вот это вот надо, оно вот, вот надо, на Насте надо, и всё, и как бы тут либо ты идёшь за голосом вот этого своего надо, то, что ты получила в потоке, либо ты, скажем так, идёшь на поводу вот этого эго, вот, и, собственно говоря, я выбрала первый путь, хотя мне был он не более, ну, не комфортен, больше не комфортен, чем приятен, я не хотела выкладывать это видео, но так получилось, что я реально мне, я не получила столько откликов от девушек, сколько я не получала в последние, наверное, полгода, прям реально мне писали спасибо, 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 кто-то мне писал в инстаграм, столько комментариев вообще было получено, хотя видео было снято вообще не ради комментариев, я даже побаивалась этих комментариев, но вот реально очень многим она отозвала, и вот, наверное, ради этого оно было снято, короче, как-то так, как-то так, как-то так, надеюсь, что у меня просохнут вещи по-бырму, вот это вообще тонюсенькая эта футболка называется, ах, блин, нет, 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 это технология называется хитач, хитач, придется мне опять чистить, мне говорят, вы лентами запасите, если есть у меня лента, ну, блин, я, если честно, не особо люблю ими пользоваться, вот видите, упало оно, мне собрало все эти, вот придется мне, это водолазки хитач, 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 технология, где она вообще тонюсенькая, она прям вот просто, она небесомая, она тоненькая, материал вообще просто не ощущается, это вторая кожа водолазки, одевается, сохраняет, как говорится, хорошо тепло, но еще пока не пробовала, и одевается там под какой-нибудь свитер, даже можно одеть под рубашку, например, если она в тон подходит, у вас какая-нибудь темно-синяя рубашечка, ну, любая другая, которая подходит в этот тон, вот, можно одевать, она сохраняет тепло тело, и под джинсом, что хочу сказать, джинсы, девчонки, они становятся поменьше после стирки, то есть они садятся после стирки, представляете, а я заказала маленький размер, самый маленький, сороковой размер, и теперь после стирки я не знаю, влезу я в него или нет, но очень симпатичный, и цвет у них такой симпатичный, хорошенький, но, знаете, бывает еще такое, что джинсы, они разнашиваются, ты их одеваешь, чуть-чуть похожешь в них, они становятся свободными, ну, надеюсь, что это джинсы как раз из этого числа, потому что я почему поняла, я первый-то раз синие джинсы одела темно-синие с... сейчас чихну... спасибо, я первые синие джинсы, темно-синие, которые заказала, я их одела нестиранными, и они мне показались свободными, а вот я сейчас их постирала, одела после стирки, и они мне прям так вот по телу, вот как надо сидят, боюсь, что вот эти после стирки подсядут немножечко, то есть они мне будут прям так утягивать живот, что я в последнее время не люблю, то есть я стараюсь более-менее свободные вещи, наоборот, носить. Ну, посмотрим, вот эти вот точно не сядут, они хотя самого маленького размера, они не сядут, потому что это синтетика, но у них, видите, с внутренней стороны флисовая подкладка, они непродуваемые брюки, прям на холода, такие вот, как раз, как сейчас у нас 17-19 градусов холод, вот на мои прогулки, которые, вот я завтра пойду гулять, и я приоденусь, вот эти вот штаники одену, заодно их потестирую.